Приветствую вас, подпишусь под каждым словом своего коллеги Кудрышева Игоря Леонидовича и задам вам вопрос, а почему вы так хотите быть нужным этому человеку и почему вам так нужно с ним быть, для чего? То есть ну вот он боится, ему нужна помощь, ему нужна поддержка, ему возможно нужна психотерапия, как раз таки, но чтобы эта психотерапия случилась, чтобы человек начал на собой работать, ему нужен мотив, ему нужен стимул, этим мотивом и стимулом могли бы стать вы, но только при условии, если вы покажете ему, что вы будете делать, что вы хотите, а чего вы делать не будете и чего вы не хотите. И парадокс должен быть со своим таким отношением, отношением к нему как к чему-то первостепенно важному, вы не располагаете человека к себе, вы наоборот его, к сожалению, отталкиваете от себя только из всего. Поэтому я бы хотел, чтобы вы определились с этим моментом. Вот. Знаете, какая история Нина? Ваше желание, это ваше желание, ваши потребности, это ваши потребности, то, что вам хочется, это то, что вам хочется, а то, что ему хочется, то, что он моится, это его проблема. Знаете, какая штука? И ему, его проблему нужно решать. Он ни в коем случае, он ни в коем случае не должен это делать там ради, не знаю, ради вас, например. Потому что в таком случае получится только то, что вы, как сказать, вы будете из него что-то лепить, лепить. Вы будете из него что-то делать. Что-то или кого-то. Вот. А отношения редко так устраиваются. Хорошо. Дальше. Как понимать, что я не знаю человеку, для чего вы хотите быть, значит, нужны ему? Если он боится отношений. Если он боится отношений, то только под его восприятие у вас. То есть, скорее всего, вы ему не безразличны. Из-за того, что у него не было интимных отношений. Видимо, от этого он боится. Ну, то есть, вы не уверены наверняка. Как понять его? Никак. Нужно понять себя, и тогда вы поймёте других людей. Я очень хочу быть с ним. Для чего? Помогите, пожалуйста, в чём? Как делать, чтобы он нуждался во мне? Для чего нуждался? И не боялся. Это только его ответственность. То есть, перестать бояться, а точнее раскрыть свой страх может только сам человек, без вас. Прочитайте про треугольный кармана. Сейчас вы спасаете своего молодого человека, будучи жертвой. То есть, вот вы сами жертвой пытаетесь спасти его. Чтобы спасая его, спасли себя. Как найти словарный подход? Никак, никак слов, никакие слова не помогут. Что касается подхода, то... Ну, опять же, если вы готовы взять на себя полную ответственность за мужчину, да? То есть, чтобы он полностью зависит от вас, да? То есть, вы готовы, там, не знаю... По сути, помогать ему, там, чуть ли не спать с вами, то... Всё нужно делать самому. То есть, просто настаивать, 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 успокаивать постоянно и так далее. Только долго ли вы выдержите в таком режиме? Ну... Не знаю. Мне кажется... Мне кажется... Мне кажется... Что... Нет. Мне кажется, что... Недолго. Потому что... В таком режиме выдержать долго невозможно. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Это... То, что я могу вам, опять же... Сказать. Исходя из того, что вы написали, написали, да? То есть, подхода... Подхода... Как такового, да? Тут нет. Никакого... Вот. Нет. Нет никакого подхода. Нет никакого... Ващебного... Эм... Способа, да? Эм... Чтобы человеку помочь. Чтоб человеку, он... Либо... Помогает... Себе сам, да? Либо... 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 никак, вот, а вам, вам нужно определиться с кем, чего вы хотите, то есть, для чего вам эти, эти отношения, вот, потому что есть у меня такое подобрение, что вы делаете это все для себя, вот, не для него, а для себя, через него, а это ошибка, потому что, так он никогда счастлив не будет, к сожалению, вот, примерно так, можно вам ответить на ваш вопрос, на этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад на ночь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.